и снова здравствуйте всем привет итак давайте вставим рик вот этому пернатому товарищу так переключусь пока значит такой вид чтобы не было текстур чтобы полегче все работало так теперь n панель screen caskey чтобы увидели что я буду нажимать горячая клавиша n так следом что ну погнали это открываем арматуру или shift а сочетание клавиш находим арматуру появляется у нас арматура тройка на нампаде ставим чтобы было видно сквозь нашего персонажа это бегущий человечек via port display in front так заходим теперь в edit mode английская значит а выделяем всю кость делаем ей делаем ей с и с помощью транспоза мов подставляем значит на хвост так семерка на нампаде смотрим чтобы все это дело было именно ровно попала так вот у нас персонаж стоит видите по клюву чуть-чуть неровно сейчас мы это все ликвидируем привяжем его с это ризинг 3d курсору и значит чуть-чуть по клюву выравним так следом опять выбираем косточку и заходим в edit mode тройка на нампаде погнали значит английская е английская е так доходим до шеи делаем вот эту значит грань где будет шея так чуть-чуть позвоночник можно подкорректировать под изгиб и выводим английская е первая косточка шеи вторая косточка на изгиб так тут еще добавляем для головы и выводим на голову так следом уже сразу как вот я делаю постоянно сначала делаю клюв alt p clear parent g подставляем на клюв значит нашу косточку для чего чтобы когда будет все это дело крутится вертеться и нижняя челюсть будет подниматься веса не назначились на верхнюю часть башки вот так выбираем первую значит косточку клюва рис shift левая кнопка мыши control p keep offset вяжем ее голове чтобы она двигалась именно вместе с головой shift d делаем дубликат подставляем именно на челюсть g выравниваем ее значит на нижнюю челюсть и эту штуку нижнюю челюсть вяжем к верхней челюсти control p keep offset так с этим пока все глаза буду потом делать так теперь самое главное хвост выбираем хвост вытягиваем е косточку английская альпи clear and делайте вот эту первую косточку поменьше чтобы она захватывала значит край таза вот этой кости а дальше идем опять же е е е е е так здесь вот такая штука вы видите что у нас одна полоса получилось да возможно и для правильной работы хвоста не хватит да и поэтому мы возьмем и shift d сдублируем эти кости на вот эту половину тогда здесь тоже назначится веса а вот эти две косточки мы привяжем так вот эту косточку и вот эту привяжем к тазу control p keep offset так ну вот эту кость можно привязать к основной вот этой control p keep offset значит эту кость вяжем к тазовой а эти можно вязать уже к начальной к первой значит от хвоста так сейчас пойдет самая интересная пляска выбираем значит какую-нибудь косточку вверх кости единицу нампаде делаем е вытягиваем первую кость делаем alt и clear parent и это будет у нас ограничитель вот именно первая кость которая будет отбивать у нас значит вот эту часть значит тело чтобы у нас когда будет крылось собираться не вело значит туловище так е первая кость пошла выбираем значит подгоняем выравниваем ее чтобы она нормально тут закрепилась следующую кость е сюда вот так вытягиваем так и получается что здесь у нас должно быть три кости как у нас крыло вот таким вот образом сделано значит нам нужно косточку одну изыскать значит здесь будет две кости g можно до конца тянуть но если будет перо двигаться то тогда чуть чуть назад так g подгадываем а вот эту косточку мы поделим правая кнопка мыши и делаем sub-division так семерка на нампаде здесь нам нужно сделать зону изгиба ну что-то должно быть в таком ракурсе так по хорошему нам нужно добавить сюда еще кости значит что от этой косточке мы и и вытащим одну кость который будет держать у нас было так control z control z семерка на нампаде немножко искривилась alt и clear parent это будет держать значит зону крыла от этого чтобы крыло когда будет сужаться сгибаться у нас не сужалась значит тело и заведем чуть-чуть в тело так это дело мы теперь делаем alt и clear parent и вяжем к позвонку control пи и посет так вот эту косточку значит первую открыла тоже вяжем к этому позвонку control пики посет запоминаем что привязана именно к этому к этому позвонку когда будем крутить значит вот эти кости кость будет находиться нормально на месте тело не будет изгибаться но если мы будем двигать эту косточку крутить то это кость будет задираться так что вот этой косточкой нужно запомнить чтобы ей не пользоваться так вот эту часть можно и так нету control z а вот эту часть чуть-чуть посадим вглубь как есть такое дело так что у нас теперь дать лапы сделаем а потом уже будем заморачиваться значит на остальное значит и вытаскиваем косточку alt и clear parent отводим ее значит сюда g ставим на линию колена типа потом е ставим на линию ноги выбираем все эти две косточки единицы нам поди и перетаскиваем на нашу значит ногу так есть такое дело теперь что у нас получается выравниваем чуть-чуть чтобы она ровно было по кости и делаем значит для сгиба вот этих пальцев косточки значит первое так ну можно сделать как джи одну сделать маленькую как вот руки делали человека так ее теперь отцепляем alt и clear parent и от нее выводим значит е косточку потом идем можно до конца вести вот если видите она уходит в бок мы и подгадываем значит по пальцу так не крутится значит делит бон семерка на нампаде и попробуем ее так вытащить значит кем так но первое перекручено ничего будет сгибаться нормально так вот эту часть значит приподнимем и делаем сап дивизии так теперь тройка на нампаде значит g и делим ее значит на три штуки так получается 1 1 2 3 да и вот эту тоже сап дивайдим ну пусть 4 будет палец длинный пускай будет 4 значит так теперь опять же выбираем выбираем и чуть-чуть значит подкручиваем чтобы все ровно было теперь опять же е и еще раз е тройка на нампаде нам понадобится что управляющая кость так управляющая кость управляющая кость которая будет держать заднюю вот эту задний палец да возможно ее значит ну да нормально если что-то будет не так подрегулируем control keep offset так есть такое дело эту косточку вяжем давайте так давайте к тазу control п keep offset так теперь самая больная тема вот это крыло что сделаем с крылом у нас тут должно получиться значит е 1 ограничитель и потом е 2 ограничитель это будет под эту сворачиваться то под ту так это значит alt p clear parent control п keep offset к этой вяжем эту alt p clear parent и вяжем через shift control п keep offset да к этой ну вот как то так по простому значит крыло можно добавлять конечно еще вот к этим перьям дополнительные кости ну давайте пока так потестим как это все дело будет выглядеть так тут еще настройка глаз кстати по другому будет устроена глаза то видите не по прямой а по боковой получается у нас управляшка будет по централке а глаза будут именно сбоку сейчас тоже попробуем это дело потестить так g на перья и g на перья так изгиб крыла все нормально ну давайте теперь все это дело скопируем выделим так не забываем никакие кости вот уже на пальцах потерялись и вот позвоночная так центральные не выделяем они нам не нужны единицам нам паде делаем шею д правая кнопка мыши мир x global зеркалим на другую сторону и здесь аккуратненько смотрим чтобы у нас все вот эти значит пальцы правильно попали и по ноге так есть такое дело давайте сразу теперь сделаем глаза семерка на нам паде выбираем какую-нибудь косточку делаем е делаем alt и clear parent и выводим ее вперед подальше от головы чтобы потом они не привязались делаем с это будет сам глаз чтобы понять где будут глаза давайте выберем глаза так set a reason geometry и чуть-чуть их так поправим теперь зайдем в edit mode выберем сбросим выделение жмем английскую L выбираем один глаз и жмем T selection отделяем его чтобы у нас были два отдельных глаза выбираем глаз и выводим его вот сюда так этот глаз уже 1 2 3 4 край 1 2 3 4 край ну потом глаз подправим сейчас вот эти косточки выровняем так edit mode глаз ставим именно на середину делаем поменьше чтобы он корректно крутился мы его ставим вот на середину делаем его маленькую косточку так теперь что делаем от зеркаливаем делаем shift D выводим значит ориентир для слежения делаем делаем теперь что shift D уводим эту косточку на центр разворачиваем ее делаем ей S прям побольше так тройка на нампаде и уводим ее подальше именно на этом уровне вот теперь значит выбираем кости единицы на нампаде и поднимаем до уровня глаза так теперь Ctrl Z нужно и эту косточку выбрать сразу чтобы поднимать так ну вот и все так семерка на нампаде и вот эти две косточки shift D так Ctrl Z двинул shift D mirror x global и отводим вот к этому глазу так теперь вот эти косточки вот эту делаем S побольше и вот эту делаем так Ctrl Z тоже делаем S побольше так эту кость и эту кость вяжем к этой кости Ctrl P keep offset вот эту кость и вот эту кость так крепим к голове Ctrl P keep offset тройка на нампаде выглядит вот так кость головы так эту кость можно R перекрутить так все ориентир поставлен глаза есть ну все в принципе да надеюсь глаза не привяжутся значит к башке если что будем оттягивать подальше так проверяем касаемость значит костей чтобы кости именно прилегали к мешу к сетке не торчали куда не надо ну как то так то заходим в object mode выбираем персонажа выбираем значит сразу глаза чтобы по отдельности не париться так и теперь привязываем к ригу Ctrl P white automatic widget с автоматическими весами так теперь выбираем значит кости и заходим смотрим как все привязалось постмод тройка на нампаде так значит угу так 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 ну в принципе эти кролом нормально свернулась сейчас чуть-чуть из тела вывести и подтянуть тут подкрутить чтобы лопатка поплотнее легла значит все нормально control z control z крыло работает в принципе 1 адекватно инверс кинематик я не буду на нее настраивать значит фитеями поработает все будет нормально так теперь отключаем наш видимость цвета выбираем одну глазью вот эти два значит две кости и заводим в бошку выбираем вот эти две кости заводим в бошку так теперь настраиваем значит кости на слежение выбираем одну кость кость глаза ctrl p так пардонте ctrl shift c слежение трек ту заходим в настройку кости и меняем на y z или на какой оси куда у вас повернут персонаж вот по осям тут подгадаетесь у меня значит стоит куда она смотрит стандартно значит да зеленая y z синяя x у меня значит куда она y вперед значит по y ну тоже неплохо выбираем следующий глаз выбираем зрачок через shift control shift c трек ту и опять же y z по y и по z чтобы выравниться даем слежение теперь что у нас получается когда мы водили раньше туда-сюда глаза теперь мы будем их водить так туда-сюда а вот так они будут через мои так control z давайте покажу вот будет теперь g туда-сюда туда-сюда после его боковое зрение как у курицы так все единица нам поди это нормально теперь настраиваем ноги смотрим насколько они будут адекватно работать так control shift c inverse kinematic ставим это дело на две кости еще как можно убирать убираете управляющую кость значит пред как им за предплечье и предступня и нажимаете на констрейны вот инверс кинематик тут находите и то же самое без горячей клавиши ну и настраивайте видите здесь кости не прописываются на кости выбирать вот ставить арматура выбирать какая вот эта косточка ну в принципе можно ну control shift c inverse kinematic она сразу автоматически отмечает что вы выбрали принципе нормально да теперь что у нас получается проверяем как работает хвост так тройка на нампаде и р печально печально почему такая штука потому что все кости у нас будет двигать только одна косточка вот это ну зато кайф когда в полете мы можем поменять значит движение разной стороне хвоста как будет ветер дуть тоже нормально так повторюсь на крыло можно добавлять еще побольше костей гемору будет больше но в принципе эластичность мягкость крыла будет побольше ну вот для такого простого значит крыла я думаю такого рига будет достаточно на инверс кинематик не хочу его настраивать потому что фикеями чисто кручениями кости получается свернуть крыло лучше и когда будет анимация полета когда будет анимация полета то принципе изгиб тоже будет неплохой вроде мягкий можно добавить на первую кость еще больше подразделить давайте попробуем еще ее подразделить значит как заходим в edit mode и делаем subdivide делаем subdivide и вот эту косточку крайнюю для изгиба чуть-чуть значит выравниваем тут так единица на нампаде правая кнопка мыши subdivide и первую косточку мы тянем до крыла можно ввести ее и вот сюда вот даже она назначит значит и на те кости изгиб так так не понял конец не понял откуда появилась вот эта косточка значит тут эту косточку делит бон а тогда вот это что-то она там поделилась как-то прописалась так ну тогда вот эту кость можно просто на это перо вывести и и все должно вот это все дело крутится вертеться в принципе нормально так чуть-чуть можно даже в бок ну так как-то и когда мы добавили значит новые косточки увели их в новые места тогда то тогда нужно во первых их выровнять а во вторых зайти в object mode и перепрописать привязку персонажу так теперь следующий этап что сделать чтобы давайте поменяем наши кости чтобы внешний вид так сказать был поприятней мы выберем значит вот эти все кости так сегодня у меня что-то ничего не включено а подтормаживает хотя персонаж у меня легкий так н панель находим настройку костей и это будут так чтобы это сделать такое чтобы когда крутится будут было видно давайте сделаем так нет не цикл сделаем планы настройку значит кости уменьшаем внешний вид и попробуем все это делая так так контролл зэд по нолям enter и попробуем повернуть на 90 градусов ну вот так будет уже понятно да куда она смотрит только чуть-чуть наверное еще так это значит по нолям ставим в принципе в принципе нормально так назначаем теперь им бонгруппу это управляшки они должны быть красные и и если же применяем так вот эти кости вот эти кости они второстепенные так мы им теперь что сделаем мы им назначим финджеры ставим по нолям перекручивание и увеличим в размере теперь выберем значит один финджер создадим группу это будет у нас группа синяя и вот этот финджер тоже синяя этот финджер будет у нас плюс вот такой цвет ну чтобы мы знали где какая кость когда будем все это дело заворачивать закручивать так с этими частями теперь будет попроще значит выбираем позвоночник и позвоночник у нас будет значит это цирклы так цирклы у нас будет желтый желтый цвет видно все хорошо так не пойму вот это вот кость за чесалось это кто такая arm а я зацепил план это значит план так 90 и назначим цвет ему красный так 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 и значит что еще мы имеем так мы имеем глаза это будут у нас с и и и по нолям так теперь чуть-чуть их приблизим ну чтоб не терялись да и и чуть-чуть наверно увеличим так глазам назначим другую группу черте какую назначить ну пусть такая будет так 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 управляшка у нас будет управляшкой так значит это будет с и вот на с так по нолям и делаем ей 90 и приблизим так control z Спасибо. Так, а она у меня что-то... А, она у меня с вывертом. Надо будет тут в Reddit Mod немножко подкрутить. Пойдет так. Пусть по криволастей, зато ее видать. Ну, тоже пусть такого цвета будет. Так, по ногам, по ногам, так вот по хвосту. Так, тазовая кость, это будет куб. Пусть побольше будет, это пусть будет красный цвет, все-таки управляшка, да? Потом, значит... Ну, все вот эти хвосты... Сделаем, наверное, чем? Ну, давайте сферами. Теперь, значит, у нас ноги идут. Ноги будут финджерами, опять же. Так, финджеры теперь поменьше. И назначим им цвет. Ну вот, пусть такой будет, как глаза. Так. Значит, инверс кинематик назначим на желтый, чтобы мы знали, что это инверс кинематиковый RAM. Это у нас будут кубы. Кубы у нас будут красные. Управляшка все-таки. Ну, а пальцы, кому удобно, кому нет, можно вот эти вот скрыть кости. Давайте поставим лайнеры, то бишь полосы. Назначим ему какой-нибудь... Ну, пусть будет синий цвет, да? Ну, а вот этим частям, вот когда вы будете пальцы крутить, я вообще, значит, на руки, на пальцы вот эти кости арматуру оставляю, чтобы ее видеть. Так удобнее крутить пальцы, выворачивать. Так. Вот эти вот ключицы, ключицы нам не понадобятся, но мы должны их тоже отличить будем, если они нам вдруг понадобятся. Это будут сферы. И побольше их вот так поставить. И развести вбок, как бы, чтобы, ну, можно было их нормально выбирать. Назначим одной сфере, значит, синий цвет. А одной сфере, давайте, не желтый, а... Вот такой вот. Так. Еще какая штука. Так, на клюве нам вот эта штука не нужна. Это пусть будут финджеры. И финджеры поменьше, но торчать из клюва они должны. Так вот. От челюсти, да, ну, побольше, чтобы мы их видели. Значит, верхняя пусть будет зеленая. И сижен. А нижняя, управляющая, пусть будет... Ну, пусть будет синяя. Так, где она тут синяя? И так, вот наш персонаж, значит, настроен. Все зашибись. Н панель можно отключить. Файл сохраняем. Так. Сейв. И, кстати, почаще сохраняйтесь, если что-то серьезное делаете. Потому что раньше у меня, значит, блендер вылетал. Ну, зависит это, возможно, от того, что компьютер был, ноутбук слабый, да? И он как-то блокировал, выскакивал. Ну, у кого чуть послабее, лучше сохраняйтесь. Потому что может, значит, пропасть. Вся ваша работа – это не забраж, в который что-то еще может сохраниться. Так, на голову, вот, не поставил я, значит, управляшку. Ну, вот, теперь точно все. Файл – сейв. Н панель закрываем. И давайте попробуем сразу свернуть крылья, как это все будет работать. Будут ли вот эти вот кости. Значит, нам удобны. Значит, R. Ага. R-то R. Так, Ctrl-Z. Вот с этим делом прячется, значит, видите, у нас план, можно даже ее потом будет переделать в другую косточку. Вот здесь уже неудобно. Так, это значит, загибается вперед. Это значит, загибается вверх. Закручивается тоже, да? Так, вот эту тогда еще ниже надо закрывать. Так, это R. Так. 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 так здесь кто у нас этот раз и значит так вот с этими планами короче я чуть-чуть значит поспешил да это управляшка это значит крайне вот это теперь R перекрывает перекручивается сюда так наверх вот это кость тоже идет наверх это значит идет вниз перекручивается и значит тут этот finjer вот этот finjer он должен внахлёст наверх идти и чуть-чуть с перекрутом здесь теперь finjer должен чуть-чуть прикрыться так должен R уплотниться уйти за задание ну за передние перья так и вот этот finjer должен идти внахлёст а здесь получается что у нас так это не так кость так значит получается нам еще тут на край нужно еще одну косточку добавить и тогда все в принципе заработает нормально так за исключением за исключением где это еще косточка вот так так вот здесь будет еще значит тот гемор нужно будет нужно будет заменить какие-то значит эти пынджеры потому что как это перекрутка вот так можно крыло сделать но тогда нужно нужно видите с перьями здесь уже не получается корректно значит поработать они должны закрутиться в принципе можно их тут еще косточки добавить чтобы как бы или отделить косточку чтобы ее как-то вытягивать это я сейчас все сделаю ну общий вид в принципе неплохой за исключением что нужно вот на эту часть еще кость чтобы она прижалась так и косточки ну чё крыло нормально складывается можно теперь а ну-ка попробовать вот эти две сферы которые отвечают значит за крыло так и немножко покрутить так ну вот еще одну кость добавить и будет у нас нормальное складывание крыла так а тут где этот фингер вот если будет мы сможем теперь раз и ту часть и эту сузить и вывести на переднюю часть и в принципе крыло будет складно сложено неплохо со стороны будет нормально это все дело выглядит давайте добавлять так файл open-condor don't save заходим в edit mood отсоединяем вот эту alt-p clear parent вяжем и вяжем или сискон крыл и и пол сет так здесь все поменяно и давайте вот эту косточку сирию дым подставим на первое отсюда окруло как на крайнюю часть и привяжем эту крайнюю часть можно и привязать вот к этим к этой части чтобы отдельно она была к позвоночнику control пики полсет и мы значит не искали ничего такого как теперь единица в нампаде cfd мир x global выводим вот сюда и все теперь будет работать все адекватно вот эту кость на к этой привязать control пи и вот эту отвязать alt пи клеер паром привязать к этой control пи типа сет в принципе крыло складывается растягивается укомпоновывается да в принципе неплохой такой вид вот эта часть теперь будет вертеться к этой кости и будет перья значит сужаться переднюю так заходим в обжиг нот перезаписываем control пи white automatic выйдет и как бы вот это все значит переделать выбираем кости и значит заходим плюс мод вот эти планы но тут пусть то и тут не пусть значит давайте все это дело заменим пусть будет финджеры да му-му-му-му таким ну Так, если я их назначу желтыми, они будут сливаться с позвоночником и не более заметны. Тогда этот будет фиолетовый, а этот пускай будет коричневый, чтобы его было видно. А эти значит пусть будут красные. Так, красные не катят, да? Субтитры создавал DimaTorzok Так, вот такой получился рик. Все, теперь будет все сгибаться. Если кому-то будет неудобно, кости как назначены, вы их можете вот эту часть удалить. Вот они вот эти все прописанные в IGT и у все изменится на базовые. И потом базовые можете сами заменить на те, значит, формы, которые вам удобно. Или, ну, пользоваться костями здесь будет неудобно. Единственное, что можно, значит, в настройке кости, значит, изменить на strike, bone, wire. Вот эти меняются кости на кубы вот эти. Так, здесь что у нас? Stick. И здесь у нас... обычный. А здесь у нас wire от полоски. Разная настройка, значит, костей может тут измениться просто. Так, модель будет закинута в ВК, в группу. Если кому-то интересно, качайте, пробуйте. Труп оленя есть, кондор есть. Значит, окрас ему можно изменить в шейдинге. Я уже показывал, как ссылку на ролик оставлю. Ну, здесь он такой серый. Можно его сделать такой красноватым. Ну, чтобы два одинаковых не были кондора. Пусть будут два разных. И пусть они там кишки еще сделаны у оленя. Можно их как-то поделить, чтобы оттягивать и рвать. Но это уже другая история. Все. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok